Никто не остался в стороне. Даже если в подчинении всего несколько десятков сотрудников, предприятия выкраивают время, наращивают мощности для поддержки военнослужащих. За последние пару недель алтайский бизнес предоставил бойцам масштабную помощь. Фурами в зону боевых действий возят теплые вещи и обувь, воду и продукты питания, оборудование, инструменты, телефоны, планшеты, рации. Этих предприятий десятки, если не сотни. Одна из компаний – Барнаульская трикотажная фабрика. Здесь для помощи участникам спецоперации фонд социального содействия депутата Госдумы Александра Прокопьева заказал пошив нательного, теплого белья и спальных мешков. Две недели назад на фабрике переориентировали производство. Началось с волонтеров. Для отправки военнослужащим они искали теплые вещи. Здесь отдали все, что было отшито. И как в пандемии оперативно перешли на маски, сейчас на спецпродукцию. Нижнее белье, шорты и футболки, кальсоны и особо ценные спальники. Большое количество заказов по спальним мешкам на ребят в Лугольском. На мобильнике. Вот там какие белья? Тысячные объемы на сегодняшний день. Для них сейчас используют самый толстый слой синтепона. Такие мешки выдерживают до минус 40 градусов. Сложность идет в толщине. Это однозначно. Нужно настраивать машинки. Ну и руки сильные иметь. Пока мы на этом останавливаемся и будем работать в полном режиме. А людей вам хватает? Людей нам не хватает. Катастрофически. Но мы обеспечиваем работу и надомников, и другие площадки тоже. 20 швей здесь и еще 8 на дому. На фабрике готовы перейти на две смены, но людей не хватает. Еще одна обеспокоенность о поставках. Здесь надеются, что калининградское предприятие, у которого фабрика покупает ткань, получит бронь. И не придется экстренно искать нового партнера. Стараемся сделать именно так, чтобы наши военнослужащие и наши солдаты были защищены от простуд, морозов, холодов. Хотел бы в первую очередь искренне поблагодарить всех руководителей предприятий, каждого человека, который изготавливает продукцию для наших участников специальной военной операции. И видно, что люди делают это не для своей прибыли, не для своей выгоды, они делают это искренне. И те счета, которые к нам заходят, они сформированы по минимальным ценам. И это означает для нас, что мы сможем поставить для наших бойцов еще больше продукции, различные теплые одежды, палаток и спальников. Чтобы до холодов отправить в зону проведения спецопераций как можно больше теплых вещей, сотрудницы фабрики даже берут шить на дом. К таким переработкам люди относятся с пониманием и просто делают все возможное, на что они сейчас способны.